В Анапе нет другого сельского округа, подобно Гостогаевскому, где бы так активно решался вопрос газификации. Только за 2015 год на строительство распределительных сетей было выделено без малого 14 миллионов рублей. Еще 50 миллионов направили на подведение коммуникации к земельным участкам для многодетных. Но при решении одних важных социальных задач нельзя игнорировать другие – восстановление дорог. Требование мэра Анапы, если подрядчик халтурит, значит не должен получить ни копейки из бюджета, пока не выполнит свои обязательства. Венец всему – восстановление не только дорожного покрытия, и прилегающей территории, и обочины, и все в соответствии с ГОСТом. Федеральные проекты на территории, конечно же, в плюс. Ближайшая перспектива – строительство трассы. Да, так точно. Мимо нас будет проходить федеральная дорога. То есть она будет по западной, в сторону широкой, и на Юровскую гору сразу обходят. По генплану она существует есть. И вновь вторая сторона медали – придорожный сервис. Он уйдет на новую трассу. Нельзя допустить, чтобы местные предприниматели остались в стороне. Им надо уже сегодня задумываться там, смотреть на генеральный план развития по автомобильной дороге, и задумываться, где сажать свои. Чтобы не пришли какие-нибудь жители Ейского района или Краснодара, а именно Гостогаевцы, Анапчане придорожный сервис там развивали. Болезненный для Гостогаевской вопрос – отсутствие системы канализирования. Стоимость создания централизованной системы – даже не миллионы, а миллиарды рублей. Надо искать реальный путь, и он в создании локальных очистных. Сегодня задумайся о локальных, чтобы мы могли потом и собственнику показать, частнику. Давай со школы начнем. С 15-й школы не пошли. Протоколы начнем, разработаем проект, построим очистные. Я тебе помогу с проектом и с реализацией его. В протокол встречи среди нескольких первоочередных записано еще одно поручение Сергея Сергеева для управления имущественных отношений – найти участок для создания нового кладбища в Станице. Продолжение следует...